Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! Это студия Грокам ТВ, у микрофона друг, и мы начинаем трансляцию между командами Natus Vincere и командой Vega Squadron. Но сейчас пару слов касательно прошедшего матча между командой Natus Vincere и командой Hellraiser. Что можно сказать вкратце? Китайская Dota is the best Dota ever. Всё, СНГ Dota больше у нас не стремительная, не вкусная, не интересная, не динамичная, никакая просто. 80 минут сущего ада. И у меня складывается впечатление, что сначала ребята фармят, давят, 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 начинают выигрывать там 12-15 тысяч по золоту, а потом просто бросают клавиатуру и пускают походить по клавиатуре, например, кота. Просто наплужить, а потом за котом этим убираться. А потом другие начинают отыгрываться и, например, засыпают немножко, головой на клавиатуру падают, и начинается обратная реакция. И вот эти качели с огромнейшей амплитудой по сути убили 80 минут нашего времени. Не то, что прям сильно убили, но так немножко, знаете, плоховастенько стало. Но 80 минут это всё-таки не хухры-мухры. Ну что, по данному матчу. Undying играет против Vega Squadron. Вега до этого момента заработали себе уже один поинт. Они сыграли в ничью с Hellraiser сами. Я уже говорил в конце прошлого матча, что у меня есть опасения. Если Хейеры сыграли в ничью с Vega Squadron, не могут ли в Вега быть того же уровня, что Хейер? И не будет ли игра у Натус Винсер такая же, как последняя была против команды Hellraiser? Не дай бог вообще. Vega Squadron. Забрали себе Чена, забрали Драгон Найта, Дизраптора и Тарксира. Наличие Чена в пике говорит о хотя бы маломальском, но всё-таки пушу от Vega Squadron. Тем более, Соло на Чене отыгрывает прям на ура. И получается у него всё хорошо. И Вега этим пушем, кстати, выиграли квалы на ES Portal. И вышли у нас в лан-финал. Обыграли там кого-то? Дота All Stars они обыграли. Вот. Ну, теперь здесь, конечно, Натус Винсер повыше уровнем, чем игроки турнира ES Portal. Получится ли у Соло и здесь нормально отыграть на Чене? Сейчас узнаем. Натус Винсер. Забрали себе пака. Забрали себе пугну. Забрали себе Дазла и Андаинга. Судя по пику, мне кажется, что Хвост мог бы забрать себе пугну для фарма. Пак, скорее всего, для Дэнди на мидлейн. Ну и оффлейн. То ли это будет Андаинг для фанинга, то ли это кто-то ещё будет для фанинга. Вега Сквадрон забанили у нас... Забанили у нас Джакира. Джакира последним баном. И у меня на самом деле вопросы. На кой пёс здесь нужен Джакира был? Ну, во всякий случай, вдруг нужен. Хорошо. Вега Сквадрон по лайнам. Расстановка. Драгонайт, скорее всего, отправится в мидлейн. Это для Ноуана герой. Он постоянно на нём играет. Почему Нави об этом не знает, у меня вопрос. Мы уже не готовились. Дезраптор. Также в пике Дарксир. Отправляется у нас на сложную. Скорее всего, это будет Мак. И Эмбер Спирит в паре с Дезраптором фармит лёгкую. А Декан на Ноуане будет стоять на мидлейне. Ну и, конечно же, Чен в лесу. Чен от Соло. Со стороны команды Натус Винстер. Пугная, я думаю, скорее всего, хвост. Пак это Дэнди. Дазл для Санейка. Для Фаника. Ой, для Фаника. Для Артстайла. Скорее всего, Андаенко. Ещё один герой для Фаника. Вот и Бладсикер подоспел для Фаника. Кстати, этот Бладсикер от Фаника оказался абсолютно бесполезным против команды Лондон Конспирейси. Греки просто изуродовали у нас Бладсикера. А после этого и над всей командой Нави надругались. И смотрелось это, конечно, для всех фанатов Нави не очень совершенно. Даже не просто не очень, а жуть была полная. Я, кстати, был свидетелем, к сожалению, этого зрелища. Поэтому говорю вам как очевидец. Андайник забирает себе Артстайла. Дазл для Санейков. Всё прочитал идеально, а? Вот это я понимаю скиллочек. Всё, прочитал по команде Нави. Тут, на самом деле, тот, кто в доту относительно не играл, много или не смотрел, мог бы прочитать. Так что тут я не сильно преуспел. Эмбер Спирит для Паши. Дарк Сир у нас для мага. Сёма Заслэр будет играть на Дезерапторе. Ноуан берёт себе ДК в Мидлейн и Соло берёт себе Чена в Лес. Спросите, откуда я так много знаю? Я недавно ES Portal комментировал, и очень много игр Vega Squadron пришлось посмотреть. Поэтому я тут знаю про Сёму Заслэйра, я тут знаю и про Пашу, и про Соло. Я про всех всё знаю. И про No One на Dragon Knight тоже всё знаю. Очень опытный касательно Vega Squadron. Ну и чуть менее опытный касательно Na'Vi. Ну что, Фаник у нас отправляется в Соло, причём отправляется в лёгкую. Стоять будет против мага. Не уверен, что комфортная ситуация будет для Фаника. Всё-таки Iron Shell много проблем создаёт. Не только одному герою, но и трипле целой. Маг теперь знает, где находится, кто будет здесь против него стоять. Да и Фаник теперь знает, кто будет стоять на... Где будет стоять Соло-герой. Здесь Сёма Заслэйр уже под собственным Тауэром. Хвост вместе с Санейка. Разведывательную группу отсоздают. Артстайл тоже у нас во Вражеском лесу. Ну и Дэнди на паке уже возле руны стал. Уже готов её забирать. Фанику к топ-руне подходить нежелательно. Потому что здесь Dragon Knight раз. Во-вторых, Чен. В-третьих, и маг там тоже может быть. Маг перемещается на нижнюю линию. Триплу команда Vega Squadron отправляет в сложную линию. Против Соло-фаника. Ну и у Фаника будут траблы. Это 100%. Нави отправляют Триплу вниз. И перемещается сюда маг. Очень быстро ориентировалась команда Vega Squadron. Переставили Dark Seer против сложной. Ну и Аншелом маг всё равно тут выформит всё, что необходимо. Ой, месиво у нас какое-то происходит. Так, Artstyle уже увидел мага и уже начинают настреливать. Хвост тут, в принципе, быстренько будет расправляться с этими ребятами по Дайншелом. У Хвоста проблем не должно быть. Всё-таки Назербласт решает все вопросы. Хотя Хвост и ничего, так ещё огребай. Artstyle пошёл пободаться с магом и плохо, ведь это закончится. Сёршу есть у мага. Почему не побежать дальше за Artstyle, а чтобы не умереть? Понятное дело, что маг тут знал, чем всё это может закончиться. Во-первых, DK у Artstyle откатился. Во-вторых, и отхилиться можно было. И проблемы могли бы быть у мага такие, что ФБ отдался бы сам собой. Хотел бы того маг, не хотел бы, без разницы. Ну что, Ember Spirit. Radiant Courier has been slaved. Кто за это отвечает? За это отвечает Санейка. Красавчик. Санейка забирает у нас Курьера. Соло тут разозлился. Конечно, и Крипы разозлились. Тут все, я смотрю, Курьера обожали. Ну, без Курьера остаётся команда Vega на ближайшие 3 минуты. А что было в Куре, сейчас узнаем. Ничего не было. В принципе, Собака принесла у нас No One Bottle. И на этом жизнь для неё закончилась. Ну и пачку Крипов ещё и Денди приводит сюда Санейка. Собственно, ничего не изменилось. Денди как получал экспуй золото, так и получает. Разницы никакой. По Крип Стату. 9 у Хвоста на второй минуте. Показатель топовый на карте. На втором месте у нас Паша. 8 на 4 у него. И, кстати, оставил Фаник вообще в покое Пашу. Сам 4 Крипов убил и ушёл с линии. Теперь подойдёт в спину Паши. И ой, как Паша удивится. Нет, Паша вообще не удивился. Flame Guard врубил чейн. Если что у него есть, просто привязывай Фаника и разваливай Соло. В это время забирает у нас на мидлейне Санейк. Отомстили таки за Курьера. Нехрен убивать беззащитных собак. Согласен, абсолютно. Общество Красного Креста. Вот Чена и Сёма Заслеера. Развалили Санейка. Первый фраг для команды Вега Сквадро. Ну и приходится Нейка на топ-лейн помогать Фанику против Паши стоять. Здесь уже есть Фаник. Ой, здесь есть Сёма Заслеер, точнее. И здесь есть Соло. Поэтому линия сейчас будет очень даже опасной для Фаника. Стоять Соло против такой триплы это проблема. У меня вопросы, почему Соло не по лесу у нас гуляет, а выходит со своими крепами. Нет, это, конечно, всё классно, но есть вариант Соло и без левела остаться. Ну что, Бладрайт пошёл у нас от Фаника. Никто по нему не попадает. Это что ещё такое? Это откуда? Это такой кенетик Филд у нас у Сёма Заслеер. Так, а что там? Какие-то имморталки выпали или, мне кажется? Да, выпали имморталки. Это, я так понимаю, снова вам... Новый дроп из Компендиума. Теперь я видел всё. Самого у меня на АЭМа. Мечи и... Я видел уже на СФа ерундистику. А, ну и на Лишака там. Ну там это просто страшно смотреть даже, что на Лишака сделали. Возможно, есть ещё что-то. Ну что, 1-0 счёт. Как был, так и остаётся. Нави по голде выигрывает 600 золота. По экспириенсу 150 в пользу Нави. Пошла погоня у нас за Паши. Бладрэйдж положили на Пашу. Окей, буду фармить с ним хорошо. Ещё и буду хилиться благодаря всему этому. У Паши ситуация относительно комфортная. Тут Сёма Заслеер в принципе не даст ему умереть. Я так понимаю. Ещё и артстайла. Маны фактически нет. С двумя манго у нас артстайл. Вот. Если что, про Юзай. Да, один манго съедает у нас артстайл. Сразу же Дикей по двоим. На нижнем лане в это время маг. У мага по крипстату 10 на 0. 28 на 8 у хвоста. Хвост на пугне смотрится очень даже прилично. Первое место по КС. Дэнди на паке 24 на 3. И ноуан 22 на 5. В общем-то милишный ноуан. Чувствует себя достаточно комфортно. Ну, это плюс, конечно. ДК. ДК через Брисфайр. Выфармливает всё необходимое. Тут его переформить, ну, мало кто может. Соло выходит у нас на линию. Выходит на линию. Ловят артстайлов чейны. И Паша тут, скорее всего, артстайла убивает. Хотя нет, артстайл ещё через ДК пополняет себе ХП. Возвращает у нас Фанника. Фанник только спасибо за это скажет. Ну и Грейв висит у нас на артстайле. Артстайлу вряд ли получится уйти отсюда. Артстайла забирает Чен. Ну и на лоу ХП отсюда уходит Паша. Просто потеряли артстайл игроки команды Нави, ничего полезного при этом не сделав. Фанник отрегенился. Фанник отсюда уходит. Ещё и смотри, Мансит от Сатира. Нашёл кого обманывать здесь. 2 на 0 счёт. Нави при этом умудряются по голде выигрывать и по экспириенсу. Ну, выигрывали. Теперь немножко отстают. Паша отходит у нас на нижний лайн. Ой, на нижний лайн. Я имею в виду на Фонтан, конечно же. На нижний лайн ты уже опережает. Мысли опережают язык. Маг в это время на нижнем лайне зарабатывает себе денежки на Солринг. Но без ХП, по сути, остаётся. Отдаёт линию Эмберу. А Эмбер таки уходит у нас на нижний лайн. Вот, пожалуйста. Всё работает. Мысли материализуются. 2 на 0 счёт. Нави всё равно фармят лучше. 800 голды для них. И по экспириенсу тоже выходят в плюс, несмотря на то, что отдают фраги. Ну что, Фанник в Соло. Оставили его на фрифарме. Игроки команды Вега Сквадрон как бы потом не поплатиться за это. Потому что Фанник точно из тех, кто не прощает ошибок. Мы видели, что с Хэрами случилось, когда Фанников соло пофармить оставили на Бруде. Да, Бладсекер, конечно, не такая чума, как Брудмазер. Но, с другой стороны, тоже прощать не будет. Есть чем раздамажить. Ноуан. Вышел на Дэнди. Тут недалеко оказался Санейка. Ну и Ноуан по голове немного получил. Но не меньше, чем Дэнди. Отхватил, конечно. Ноуан отсюда уходит. Отправил иллюзии. Немножко иллюзии, кстати, какие огромные у нас у Драгон Найт. А такая здоровенная хрень. Вот пол леса занимает иллюзия. И зачем она здесь стоит, кстати, не очень понятно. Почему бы и нет? С другой стороны, какая разница, где иллюзия стоять? Хочет стоять, стоит там. Так, в это время на нижний лайн перемещается Артстайл. На топе не получилось. Артстайл смещается к хвосту. Тут вроде ситуация покомфортнее. Ну и, конечно же, Артстайл у нас двигается за Эмбер Спиритом. То есть Эмбер Спирита надо накалять. Это прекрасно понимает команда Нави. Нельзя давать ему фармить на ранних левелах, чтобы потом он не давал фармить вам на поздних левелах. Хвост у нас в Кенедик Филде. Хвост начинает у нас Living Drain из Паши. Пополняется на фулл хп почти хвост и выживает. Life Drain, а не Living Drain. Еще и вард такой огромный стоит от хвоста. Вард, скорее всего, здесь разобьют. Но хвост остался живым, и это безусловный плюс. Приходит Фаник. Рэпча у нас висит на No-1. No-1, скорее всего, отъезжает. Да, No-1 забирает. Фаник дальше за съемость за слейером. У него есть пассивка. Пассивка третьего левела. Но тут Фанику уже не сдобровать. Подхиливают его. Поющей игре пошел от Санейка. Фаник выживает в итоге. Не получилось кого-то добить. Хотя, мне кажется, что под Граеву можно было догрыть с Дезераптора. И в фулл хп был бы Фаник. Ну, не фулл, но половинку точно заработали бы. В любом случае, один фраг сделали игроки команды Na'Vi. 500 по голде, 700 по экспириции. Небольшой плюс, но все-таки плюс. Ну, и с учетом того, что Na'Vi не уступали по голде и по экспе, конечно, сейчас они выходят вперед. Вега Сквадрон не самая приятная ситуация, на самом деле. И не очень удобные соперники для них. Тут все-таки разные игры. Да, Солок где-то там поиграл в Рокскиз. Понятное дело, и мы все это видели, и рады за него. Ну, так, конечно, остальной левел немного пониже. У игроков команды Вега Сквадрон тут это абсолютная правда. Ну, Мага успевают развалить. Вы спросите, где Маг? Вот он, Маг лежит. Маг прям под акулу у нас нырнул. Маг, да, Маг. Соло, да я вспомнил же, и был кто-то более скилловой, чем Соло, и более известный. Это Маг. Который поиграл, в свою очередь, за LGD International. Который у нас там прям какой-то хороший топ занимал. Не помню, какую цифру после этого топ можно было вставить на счет LGD International. Но команда светилась очень ярко. Это не Вега Сквадрон была, и даже не Рокскиз, за который Соло катал. 2-2 остановится счет. Na'Vi выигрывает 3000 по золоту и по экспириенсу 1500 тоже для них. Давайте по артефактам пробежимся. Все-таки время-то уже подошло. Десятая минута у нас. У Хвоста уже готова хедреска Баклера. Остается 450 до появления Мекки. У Артстайла ничего нет. Есть тапок. Ну и этим... Так, я не сказать, чтобы недоволен был. У No'One есть Пауэртретс, есть Брасер и есть Мэджик Вон на миде. И кто тут еще и знали поблизости? Поблизости у нас Дэнди. У Дэнди ничего интересного. У Дэнди Пауэртретс, у Дэнди Боттл. Но у Дэнди, обратите внимание, на количество денег активных, наличкой 2000. Значит, Пак очень скоро купит себе Даггер. Даггер может появиться в минуте к 12, и это будет безусловный плюс. Маг тут явно лишнего набегал. Фаник должен разваливать мага, но здесь маг улетел. Здесь магу реально повезло. Успел сделать ТП-аут. И Санейка. Классно было, если бы Санейка ТП сделал вот сюда, добивать мага. Это было бы супер смешно. Ну, или не смешно, не знаю. Как-то, короче, было бы. Дэнди перемещается на нижний лайн. Здесь пару крипов надо забрать Дэнди. Может, это даже будут нейтралы. Вот Дэнди получит таким образом Даггер. И тогда Дрим Койл будет иметь, в принципе, плюс. Или Дэнди может поступить вот таким образом. Просто влететь в толпу героев и разорваться на микромолекул. Развалили. Дэнди очень быстро. Пошла Том Остону от команды Нави. И Пашу буду цеплять. Нет, Пашу подцепить не получилось. Ноуана, скорее всего, зацепит. Артстайл выхиливается очень хорошо. Еще и Дазл помогает ему. Лайфдрейн от хвоста по Ноуану. Но у Ноуана тут хвостом жует этого ХП. Поэтому для него не проблема и лайфдрейн, и все остальное. Кенетик Филд по Фаннику. Фанник вряд ли отсюда уйдет. Лайфдрейт дает Фанник. Опять все в Ноуана. Ноуан умирает. Фанник зарабатывает ХП дополнительно. И Сема Заслеер улетает. Счет становится 3-3. Файт заканчивается со счетом, по-моему, 1-1. Да, подрались. Игроки потеряли мидлейнера. Что одна команда, что другая. И по голде Нави по-прежнему в плюсе. Три с копейками по золоту и тысячу по экспириенсу. Кстати, по экспириенсу немного подрастеряли. На топ-лейн перемещается Дэнди. У Дэнди сейчас будет уже Даггер. Наконец-то Дэнди заработает себе на Даггер. Можно будет нормально врываться. Потому что прошлый врыв, ну это, извините, это не врыв. Это хрен знает что было. Дэнди явно ошибся. И эта ошибка стоила целого фрага. Команде Нави и смерти Дэнди стоила. И отложила Даггер на минуту целую. А чем больше нету Дэнди Даггера, тем лучше чувствует себя команда Вега Сквадрон. Что там касательно Эмбер Спирита. У Эмбера есть уже Роб of the Magic с брасером. Готовится выйти в барабаны Эмбер Спирит. В принципе, вот эта пачка. Потом еще одна и еще одна. И будут барабаны для Паши. Если, конечно, его никто наказывать здесь не будет. Соло как там. У Соло есть Хедресс. У Соло есть Аркан Бутсы. И есть рецепт на Баклер для Соло. Айрон Брэнш лежит. Соло про запас взял со старта. Веточек знал. Знал чертяка, что его ждет. Ну и что. Осталось Соло немножко до появления Мекки. В составе команды Нави Мека уже должна быть. Да, Пугна уже с Меккой. Хвост приобрел данный артефакт. И есть также Аркан Бутсы. Есть Брасер для Хвоста. Но тут, скорее всего, по классической схеме пойдет Пугна. Будет Аганим. У него будет БКБшка. Дальше уже по ситуации. Хекс. Ну, все, что необходимо Хвосту. Все, что вы хотели знать о Хвосте и боялись спросить. У Андаинга есть уже Аркан Бутсы. Арт Стайл. Скорее всего, в Гвардиан Грифс в итоге выйдет. Но это попозже немного. На данный момент, конечно, Мека не в приоритете. Мека есть у Пугна. Но там, если много будет денег у Арт Стайла, а у Хвоста не будет хватать слотов, конечно, и Хвост может смело продавать Мекку. И Гвардиан Грифс один из лучших артефактов на Андаинга по современной дота-ситуации. Поэтому это тоже не проблема. По голде Нави выигрывает 3.5. По Экспириенсу порядка полутора тоже выигрывает Нави. Спушевая Тауэр. Пугна именно для этого сюда и пришел. Еще и под Блод Рейджем. Кстати, вот это бич просто команды Вега Сквадрон. Айншелл и Дарксира превращаются, ну, в ничего под Незербластом. Просто Пугна дает один удар и дает Незербласт под ноги. И у нас бедняга Крип с Айншеллом лежит на земле. И никого уже Айншеллом не бьет. Поэтому, конечно, тут контр некий присутствует в составе команды Нави. Драгон Найт какие-то кирпичи выкладывает по дороге. Что это с ним? Это броня так выглядит от Даззла. Точнее, минус броня. Ну что, ульту провязала у нас Санейка. Все, правда, без файтов закончилось. Ну и, наверное, это плюс для команды Вега Сквадрон. Они пока что проигрывают. У команды Нави уже есть Мека. У Веги Мекки нет. Пошла у нас Тамба от Артстайла. Половина нейтралов просто развалится. И, кстати, еще один плюс для команды Нави. Пугна просто по пику заходит великолепно. Смотрите, что Пугна делает у нас с нейтралами, которых Соло таким серьезным и сложным трудом собирал все это время. Просто Тамба и просто Незер Бласт от Пугны. И Соло просто сидит и плачет. Почему я поставил в этой игре на себя? Зачем? Чем это надо было мне? Была же накатанная схема на работе. 4-3. Нави повели по счету. Отстайл. Откиливается за счет хвоста. Хвост Меккой нормально. Артстайл в боевое состояние привел. Ну и Артстайл возвращается. Потому что тут, в общем-то, у Нави мало всего. Во-первых, нет ульты Бладсикера. Во-вторых, нет самого Бладсикера. Ну и та же история с Дэнди. У Дэнди нет Дрим Койла и Дэнди тоже близко нет пока. Короче говоря, отсутствие ультов. И самое главное, что отсутствие героев, которые эти ульты могли бы провязать. Нави, тем не менее, пятерку выигрывают по золоту. Две с копейками выигрывают по экспириенсу и продолжают давить. 15,5 минут. Соло здесь себя не реализует, мне почему-то кажется. То есть, чем во многом зависит от нейтралов. Я думаю, вы это прекрасно все понимаете. Привет всем на андеграундном стримчане. What's up, my homies? Паша уже заработал себя на фейсбуце. Есть у него Драма Фендеренс. Есть у него 1150 на руках. Ну и Эмбер Спирит должен, в принципе, уже выходить в Баттл Фьюри. На 16-й минуте пора бы уже как-то и начинать. Все-таки уже немаленький. Маг уже имеет худ оф дефенс. В пайп, скорее всего, выйдет у нас Маг. Ну, в это время развалили у нас, кстати, Сему Зе Слеера. Достаточно быстро, но еще бы таким количеством бить одного саппорта. Понятное дело, тут больше от страха, наверное, Сему Зе Слеер. ХП потерял, чем от демеджа. Ну и 5-3 становится счет. Нави давят и на 17-й минуте динамика игры сохраняется, что приятно. То есть, игра вроде бы и в одну калитку, так судя по счету и по экспе, и вообще по движению графиков вниз. Но, тем не менее, Вега где-нибудь отпор дает. И не нафидели сильно. За 16 минут всего лишь 5 смертей. Нормально смотрится. Вы не подумайте, чтобы я там сильно топил за Нави или хейтил Вегу. Я, наоборот, всегда за то, чтобы команды, которые не являются фаворитом, которые являются аутсайдером в матче, наказывали зажравшихся супер-победителей, которых все привыкли видеть в стане фаворитов. И тут на тебе просто по щам охладить немножко пыл команды. Мне это, конечно, всегда очень симпатизирует. То есть, топить за тех, кто у нас аутсайдеры, это прям дело благородное, мне кажется. Ну, тут Вега просто на самом деле не тащит. Артстайл возвращает у нас Артстайл здесь по Тамбой. У него форма големовская, поэтому Артстайл крепенький. Ну, столько дэмэджа, сколько в Артстайл вливают, мало. Кто бы вынес, тот Ироха, я думаю, бы окочурился у нас. Хвост, файт ему нравится. Он никуда отсюда не уходит. Хвоста все получается, говорит, это все, это мое. Так, посмотрите, хвост соло и с Тамбой, и сам с собой дерется. То есть, Томп Стон просто рядом был, и хвосту было просто классно. Все это хвосту просто побряцал с железяками в штанах и развалил команду Вега-Сквадрон. Тут, конечно, Дэнди уже пришел помогать, типа, чувак, говорит, я понимаю, сам-то ты сам справляешься, но дай хоть и нам кусочек. Ну, классно, конечно, хвост просто как Джон Рэмбо стоял, и пули от него бились и отлетали в разные стороны. Хотя так посмотреть на пугну, вроде такая пикантная хрень. Никакой мощи сразу не является собой. Ну, еще и бегает как дурачок. Вот, но, тем не менее, пугна из тех, кто может в файтах драться. Причем драться с абсолютным покерфейсом через лайфдрейн, когда у тебя есть аганим. Просто стой и ничего не делай. Стой и насасывай жизни, и насасывай монопойнты. И оставляй своих соперников в недоумении. Состав веки, парни, можете написать? Да это вызов. Сейчас сам тебе скажу. Это Сиома Зе Слеер. Это Соло. Это маг. Это Бумноуан на мидлейне. И это в саппорте еще кто-то там. Это еще Паша. Паша на роли керри. Вот такой состав. Могу еще состав Нави рассказать? Ладно, гоню. Конечно, не могу. Я не знаю состав Нави. Просто Нави выигрывает по голде 7000. По экспириенсу четверка тоже в их пользу. Давайте по артефактам пробежимся. Может, что важное появилось? У Бладсикера уже почти хватило денег на появление БКБ. Тут копейки остались Фаннику. У Дазла есть уже медальонов Кураж. Есть также у Санейка Арканбутсы. Артстайл у нас с Арканбутсами. И Виталити Бустер для Артстайла. Вполне может быть, что появится Ротов Атос. В общем-то, вещь полезная для Андаинга. У Хвоста. Так, дай выделить тебя хвост. У Хвоста Пойнт Бустер есть. В Курьере лежит уже Ставфов Визитри. Есть Огрклаб и немного денег остается хвосту до появления Аганима. Ну и Дэнди у нас с Даггером и Ultimate Arbomb. Ну что, на лоу ХП у нас здесь Паша. Паша уходит на собственный Ремнант. Паша подрапчен. Но тут не сильно его дамажит, в принципе. Он пешком не ходит. Все как-то на Ремнанты летает. Ну и Нави заходят на хайграунд. Пошла у нас тамбаут Артстайла. Сам Артстайл окочурился. Ну и Мак вместе с Ноуаном Тамбу разваливает. Тут Нави неудачно зашли. Потеряли своего Кэпа. И сами униженные оскорбленные возвращаются. Вот это Мак вернул всех назад. Возвращает назад. Пошел файт. Санейка разваливает. Дальше за хвостом. Бей его. То есть, смотри, зажрались на хайграунд. Уже полезли Нави. Но еще и по стене проходит у нас хвост. Паша, конечно, хотел бы драться. Но у Паши ХП нет. У Паши нет дэмэджа. У Паши нифига в этой катке просто нет. Правда, минус 3 команда Вега сделает. Соло умирает. На полнейших соплях умирает также Сёма Зеслеер. И Мак вместе с Ноуаном. Единственные живые в составе команды Вега. Сквадрон. Ну и триплкилл у нас от Фанника. За Ноуаном. Дальше Фанник. Фанник просто осатанил здесь. 21-ая минута. До такой наглости Нави, не знаю, с третьего Интернешнл не ощущали. Просто прям пощечина от Вега Сквадрон. Ничего так Нави подсобрались. С добрым утром. Ребята, вас никто не ждет на хайграунде. Соберитесь силами и заходите уже с серьезными артефактами. А то это, честно говоря, не серьезно выглядит. БКБ тащит уже себе Фанник. Есть у него Рингов Базилус. У Андаинга. Нифига нового. Так, давайте по команде Вега Сквадрон. Эмбер Спирит. Клеймар есть. Есть деньги на Бродсворд у Эмбера. Ну и осталось только на Персик. Накопите. Будет готов Баттлфьюри. У мага есть Пайп. Магу тут вообще-то надо. Судя по тому, какой маг бесстрашный, серьезный и мощный. Как он вообще без проблем в любой файт врывается. Магу неплохо бы заиметь конечно здесь Даггер по этой игре. Все, маг улетает на собственный Тауэр. Тут ТП действительно мастхев каждому из команды Вега Сквадрон. Чтобы под Рэпча не сваливаться. У Драгонайта 300 копеек остается до появления БКБ. У Чена есть Мека. Есть Аркан Буци. Есть Пойн Буустер. Соло готовится в Аганим. Ну и Дизраптор. Дизраптор тут играет роль бомжа. У Дизраптора они, к сожалению, ничего нет. Хотя надо бы. Полезно бы. Ну что, Сёма Зас... Паша решил подраться, я так понимаю, с хвостом. Хотя близко Паша не подходит. Есть у нас на Ноуане Айон Шелл. Хвост постепенно разваливает у нас каждый из бараков. Тот Незер Бласт не выбирает, кого ему бить. Ну и бараки будут дальше падать. Уже на лоу ХП у нас рейнджевой барак. По-моему, за Денайл кто-то рейнджевой барак. По-моему, это Сёма Заслеер был. Дэнди врывается. Дрим Койл просто офигенный. По троим. Сёма Заслеер на лоу ХП. Сёма Заслеер в таверну. Арт Стайл у нас под статик Штармом стоит. Фаник половину ХП теряет. Байбэк сразу же от Эмбер Спирит. Эмбер Спирит уже в файте. И в файте у нас Сёма Заслеер. И дальше пошел Эмбер Спирит. Есть у него флеймгард. Можно драться. Фаник на лоу ХП. Фаник у нас без какой-то хрени на нем. То есть не умрет. Нет, умрет. Вот это хрень. Это первый скилл Сёма Заслеера. Это Шадоу Страйк. Иди сюда, Фаник. Фаника развалили. Нави, конечно, дороговато будет. Мидлейн команды Вега Сквадрон стоит. Как в последнюю катку просто Вега Сквадрон месяца. Ну а что? Шеры месились. Они что, хуже, что ли? 8000 на ави по золоту, 5 по экспириенсу. Штурм окончен. Мидлейн развалили. Хвоста у нас останавливают. И непонятно, зачем возвращают хвоста, если его не будут бить. Просто назад. За подтяжки дернули. Точнее, схватили за подтяжки хвоста. Он отбежал немножко. Притянулся назад. И всё, отпустили. Типа, воу-воу, чувак. Просто шутка. Просто шутка. Успокойся. И хвост уже с красными глазами развернулся. Давай бить всех. Хвост у нас улетает. Ну что, нави поднялись тут, конечно, по золоту. 11000 по голде, по экспириенсу 6000 тоже для Natus Vincere. Плюс. Ну и давайте смотреть на появление артефактов. Потому что у Вега появятся артефакты. В это я, понятное дело, что не верю. Тут нет, куда появиться. Им они тут набайбекались больше, чем наубивали. БКБ есть, кстати, у Dragon Knight. Но мы в файте уже видели. Пауэр трэдс для него. Сема Зе Слеер. МАК 1400. 1.4.8. 8. У Соло. Что там у Соло? Ничего, поинт бустер есть. Есть у него мека, ничего больше интересного. И у Дизраптора тоже ничего. Ну все, нави, давайте смотреть тут на обновление. Модный приговор по команде Natus Vincere. Аркан бутсы есть. И вангвард есть для артстайла. Эп, в принципе, укомплектовался. Фаник с БКБшкой, с Владмиром. Фаник с Magic Vandome здесь. И ПТшка есть тоже для Фаник. Все, в принципе, по стандарту. Хвост с мекой и с аганимом уже. Хвост. И после аганима еще и накапало золото. Аркан бутсы тоже есть. Я думаю, что и хвосту было бы, не знаю, не лень. Наверное, и не лишним. Собрать Guardian Greaves. Для всех игроков тут и Фанику плюс будут, безусловно, да и для Хвоста. Большое количество дефа, чтобы быстренько не сливали. Стягивает у нас Статик Шторм. Не очень удачная стяжка от Мага. Или Статик Шторм. Что-то, короче, от кого-то неудачное в составе команды Вега. Эта неудача будет стоить, я думаю, много жизней. Но Ван неплохо, кстати, наваливает. Соло на ло хп. Соло забрали. Маг стягивает, пытается, по крайней мере, на стенку всех притащить. Троих уже, как эспадрон, потеряли. Ну и Маг вместе с Пашей должны отсюда отойти. Драться им не по шансам здесь. Стенка какая-то. Ну, такая себе. Стенка обычная. Стенки не выбирают. А вот Статик Шторм и куда стащить, конечно, выбирал у нас Дарк Сир. Поэтому неудачно. Он стаскал в Статик Шторм, а стену поставил совсем не туда. И Кинетик Филд рахитичный получился. Ну, все. Или если он вообще был, кстати, от Семы. Или его сбрили до Кинетик Филда. Короче, не очень интересно получилось. Нави тысячу голды и три тысячи экспириенса в этом файте. Ну и заходят на хайграунд команды Вега Складрон. Вега тут, безусловно, посыпались на 26 минуте 12 косарей по голде. Ну, тут проблема. Даю у Нави такой пик, что они к мидгейму как раз должны были раскрыться. Вот, пожалуйста, и раскрылись. Улетел у нас Эмбер Спирит. Дальше пешком идти нельзя. А надо идти. Ну и на ремнант у нас Паша. Паша подрапчет. Можно пройти? Можно. Заходи так и играл Паша аккуратненько. Чтоб не развалиться. Присладнившись к стеночке. Ну, конечно, налилось Паша на всю карту. Ноуан на лохэп. Ноуана забирают. И об этом прекрасно знали все. Ноуан еще до смерти написал ГГВП. Типа, тет, ладно, чуваки. Я и так знал. Конечно, это все знали. Нави за 26 минут справились. Команды Вега с Padron. Жаль, на самом деле. Я думал, что Вега бой дадут Нави. И дадут бой такого числа у Нави. Много вопросов будет к собственной команде. Ну, просто потому, что мне хочется, чтобы Нави проснулась. Вот, что мне хочется. Я просто как... Не знаю, кто. Ну, как, наверное, давний фанат Нави. Хочется, чтобы Нави наполучали сейчас неплохо так. А потом накамбетчили и на такой плюс морали попали все-таки на International. Может, это мечты-мечты, конечно, но неплохо было бы их там увидеть. Да и Вегу неплохо было бы там увидеть. Вообще, любой СНГ-коллектив. Ладно, ребят, все, не переключаемся. У нас на повестке второй матч между Natus, Vincere и Vega Squadron. Это на сегодня будет последний матч. Вот, поэтому досмотрим уже и с чистой совестью и полной эмоцией отправимся спать до завтрашнего дня. Это европейская квалификация, это студия игрокам ТВ. У микрофона, друг, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Можете платно, можете бесплатно, как вам вообще удобно. И заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь или задавайте свои вопросы в личку. Собственно, любая активность будет нам только в плюс. Мы будем вам рады везде. Ну и на канале YouTube, конечно же, вводы этого матча и прошлые вводы тоже появятся. Все. Через 5 минут услышимся, пересоздается лобби, перезаходим и на последний матч. Последний бой он трудный самый. Врываемся на матч Na'Vi против команды Vega Squadron до скорой связи.